Можно ли было ту же самую теорему доказать каким-то другим способом на языке векторных пространств? На самом деле можно. На самом деле можно. А именно, вы могли сказать следующее. В конце концов, что вы ищете? Понятно, что мы ищем. Мы ищем такой многочлен ЖЭ. Согласны? Отлично. У него конкретные коэффициенты будут. Замечательно. А давайте напишем ЖЭ с неопределённым коэффициентом. То есть, многочлен ЖЭ напишем в таком же виде. Какое-то число какое-то, сколько тысяч слов, сколько тысяч квадратов, сколько у нас тогда здесь будет неизвестно. В штуках. Если пишем многочлен ЖЭ в таком виде, сколько будет переменных? На не больше, на минус один. Значит, не больше. Раз, два, n-1, n, конечно, ровно n. Чисел от нуля до n-1, n штук. Значит, коэффициентов у многочлена ЖЭ n штук. У нас n параметров. Отлично. Эти n параметров мы с вами умножаем на h от x. Интересно, что это такое. А это мы, на самом деле, делаем их нити-линейное выражение. Потому что, в конце концов, h от x это конкретное назначение. Степень у нас при этом дойдет самая большая до 2, n-2. Правильно? Ну, замечательно. И еще у нас есть, еще у нас есть вот этот многочлен L от x. Давайте подумаем. А там какие, там до скольки коэффициенты могут доходить? Смотрите. Вот этот многочлен был степени не больше, чем n-1. Этот степени не больше, чем n-1. Значит, тут коэффициенты до скольки могут доходить. В максимум степени. Вот этот многочлен степени n. Что? n-2. Совершенно верно. Замечательно. И мы с вами получаем такую роскошную задачу. Докажите, что при любом ненулевом многочлене h вот такая вот система уравнений. Заметьте, здесь у нас n неизвестная, и здесь n-1 неизвестная. Система из 2n-1 неизвестная. Такая система уравнений имеет единственное решение. Да, интересно. Интересно. А сколько там уравнений? А уравнений это будет тоже такое. При свободном ощущении надо сказать, нулевая степень, первая, вторая, вплоть до 2n-2. Правильно? Потому что выше здесь не бывает степени. От нуля до 2n-2 тоже 2n-1 неизвестная. Значит, 2n-1 неизвестная. И уравнений, сколько уравнений? А? Столько же. И уравнений тоже 2n-1. То есть нужно доказать, что система, у которой 2n-1 неизвестная, и 2n-1 уравнение, что такая система имеет единственное решение. Так вот, ребята, я могу вас поздравить на следующем. Как только для вас будет естественная фраза, подумаем, когда же эта система будет иметь единственное решение, когда не будет, вас можно будет поздравить с тем, что вы поняли иметь единственное решение. Пока согласитесь думать в терминах система имея уравнения имеет решение, система имея уравнения не имеет решение, согласитесь, для вас это непривычно. Правда? Правда. вот на этом языке, вот на этом языке, согласитесь, по идее, вы все должны были выглядеть. Вот.